В эфире программа «Энергия потока». Мы в гостях у Александры Болотовой, патентного поверенного, руководителя компании «Сибирь Патент». И зачем патентовать это изделие, эту разработку в России, если, в общем, скорее всего, применяться оно будет где-то за границей. Часть его инвесторов, часть его партнеров находится здесь, на территории Российской Федерации. Поэтому, в принципе, патент в России нам абсолютно не лишен. Планы у Дениса достаточно большие и смотрят далеко в будущее. И поэтому на сегодняшний момент уже поданы международные заявки, то есть соблюдение вот этого 12-месячного срока. И параллельно, по сути, идут работы и патентования в России, и патентования за рубежом. Друг другу они не мешают? Абсолютно нет. Фильм «Небоскреб». И в этом фильме представлено здание с ветроэлектроустановкой. И почему же Денису Тяглину достается возможность реализовывать вот этот проект, когда о чем-то подобном уже даже фильм сняли? Очень важный момент. Если вы посмотрите дату выхода в свет этого фильма, это, собственно, совсем недавно произошло, это 2018 год. Мы сошлись на мнении, что, видимо, Денис участвовал как-то в этом фильме. Как консультант. Консультант, да. Либо что-то еще. Потому что приоритет патента, собственно, для Дениса Тяглина, это 2016 год. Роспатент, проверяя, да, осуществляя, собственно, проводя международный мировой поиск по различным базам данных и по, в том числе, и по открытым публикациям, он установил новизну. Сегодня у нас есть документ, собственно, выдан патент. И не нашел аналогичных решений. Поэтому, в принципе, у нас нет оснований полагать, что где-то это было раскрыто. Если мы посмотрим патенты Дениса, то, если честно, объем прав поражает. В целом, если мы прочитаем формулу, то формула патента, по сути, защищает расположение ветроэлектростанции между тремя зданиями, соответственно, закрепленным на какой-то там раме. То есть, ну, по сути, жесткой конструкции. То есть, по большому счету, защищена идея. Мне кажется, обойти это крайне сложно. То есть, понятно, что это запатентованная идея. И дальше у Дениса в планах прорабатывать эту идею. И уже, возможно, мы будем получать патенты на какие-то узлы, блоки конкретные. Я знаю, что у Роспатента есть некий список перспективных изобретений. Как туда попасть и имеет ли шансы, допустим, вот этот проект находиться в этом списке? Я почти уверена, что именно вот такого рода решения и в данных реестрах и публикуются. Спасибо огромное. Я напомню, что мы обсуждали вопросы патентования вот этого проекта «Энержея-2020». И о пути, который уже прошел Денис Тяглин, изобретатель этого здания, этого проекта. И который еще предстоит пройти в будущем. С Александрой Болотовой, патентным поверенным, руководителем компании «Сибирь Патент». Спасибо.